Всем привет, с вами Хронош. В World of Warcraft, особенно после дополнения «Катаклизм», у фанатов стали возникать вопросы. Почему те или иные расы обзавелись новыми классами? Как такое вообще вяжется с внутриигровой историей? Раньше ведь их не было, почему вдруг так произошло? И хотя Blizzard вложили в это кучу сил, выпустив множество рассказов, книг, введя часть информации в квесты, для большинства это так и осталось за кулисами. Сегодня я попытаюсь пройтись по всем таким спорным сочетаниям и объяснить ситуацию для тех, кого мучает этот вопрос. Само собой, я мог что-то упустить или забыть. Но для этого у нас с вами есть комментарии. Истина так или иначе будет найдена. Итак, перейдем наконец к списку. От самых незначительных до самых волнующих. И да, в конце видео будет розыгрыш. Буду очень благодарен, если досмотрите до конца. Пункт первый. Почему многие расы, помимо пандеренов, могут быть монахами? Объяснение крайне простое. Пандерены, что тысячелетия тому назад уплыли из Пандарии вместе с Люланом на Черепахе, то есть на скитающемся острове, часто заглядывали на материки и в некоторых случаях пускались по ним в странствия. Самым знаменитым современным путешественником считается Чень Буйный Портер. Он же помогал новой орде обосноваться в Дуротаре. Нынче практически в каждой начальной локации есть монахи-учителя. Почему их раньше не было? Мой манифест для тех, кто любит Варкрафт. Не надо искать подобные сюжетные дыры или отсутствие объяснений. Их просто море. И все лишь потому, что игра, в отличие от реальной жизни, не может развиваться параллельно в каждой точке повествования. Это игромех. И если вы действительно любите вселенную, научитесь принимать некоторые вещи как факт. Со временем логика сценаристов станет вовсе ясный и простой. Спасибо. Поехали дальше. Пункт второй. Почему Дринеи и Таурены не могут быть разбойниками? Думаю, все понятно. Отлично. Ну а если серьезно, то это скорее из-за высоких моральных нравов. Разбойники-то не совсем благородная профессия, не так ли? Пункт третий. Почему человек смог быть охотником? Это скорее ранняя логика решений ребят из Близзард. Искусственно ограничить набор классов, чтобы разнообразить расы. Однако первый человек-охотник нам встретился уже в Саут-Парк. Со временем он попал в игру. Пункт четвертый. Почему воргины не могут быть паладинами? Вот с этим вопросом все довольно странно. По идее, Церковь Света имела свое влияние на жителей Гилнеаса. А воины короля Седогрива участвовали во второй войне с орками. Что мешало им стать паладинами? Боюсь, на этот вопрос ответа пока нет. Хотя после второй войны Гилнеас укрылся за стеной. Видимо, никого из сведущих в этом ремесле в королевстве после этого не оказалось. Пункт пятый. А почему гномы вдруг научились быть охотниками? Гномов с огнестрелами мы видели едва ли не на каждом шагу. Но вот общение с дикими животными, для них это уже совсем другой вопрос. А чему вместо этого гномы отдают предпочтение? Правильно, механизмам. Вот и в последнем дополнении, судя по всему, техника дошла до создания вполне боеспособной единицы с искусственным интеллектом. Дальше охотники приобщились к обычным зверям и по накатанной. Догадываюсь, что другие, более классические гномы смотрят на них довольно косо. Пункт шестой. А что насчет гномов-воинов? Когда это гномы стали бравыми вояками, что носят двуручные топоры и крошат врагов в ближнем бою, не предпочитая скрываться в недрах адских машин на паровой тяге. Все дело в близком общении с дворфами. Вообще дворфы любят делиться секретами мастерства ближнего боя со своими союзниками. Лишняя тема для разговоров в таверне не повредит. А в общем, после падения гном Регана, они приютили у себя гномов и заодно научили их сражаться. Гелбин лично об этом вспоминал, когда был на вылазке в своем павшем подземном королевстве. Пункт седьмой. Почему вдруг у нежити появились охотники? Даже несмотря на то, что их предводитель, Сильвана, в своей прошлой жизни была следопытом и мастером стрельбы, я сомневаюсь, что она взялась бы за обучение своих подопечных этому искусству. Другое дело ее любимец, единственный человек, состоявший в отряде, Натанос Марис, ныне известный как Гнилостень. Воскрешенный после смерти, он был освобожден Сильваной от контроля короля Лича. Ну а после того, как великий охотник восстановился в роли правой руки королевы, Сильвана под его началом организовала Орден Темных Следопытов, где этому искусству обучались все желающие, или не очень желающие. Сложно сказать, как там у отрекшихся с иерархией. Пункт восьмой. Как это отрекшиеся могут использовать Святой Свет? Он их ведь ранит. Жрецы? Что-то неслыханное. В этом нам помогут слова от ребят из Близзард. Да, действительно, каждый отрекшийся жрец испытывает боль при обращении к Свету. И это для них далеко не обычный способ исцелять раны, в отличие, например, от каннибализма. Как говорится, смиритесь. Возможно, это такой изощренный акт суицида у тех, кто обращается к Свету. Но несмотря на все, их воля позволяет направлять его как надо, и не умирать при исцелении. Забавно. А что будет, если пару лет подряд исцелять самого себя? Может, получится заново ожить? А как вам умение воскрешения? В любом случае, для них всегда доступна специализация тьмы. С ней-то все чин по чину. Пункт девятый. Почему у таких алчных ребят, как Гоблины, есть шаманы и жрецы? Ловите объяснение от Близзард. В двух словах, гоблины мастера договариваться. Вот и со Светом и с духами стихий им как-то удалось торговаться. Узнать цену не получится, коммерческая тайна, все дела. А если прикинуть выгоду от сбора пожертвований в религию, то и вовсе все на своих местах. По-моему, такое себе объяснение. Но гоблины никогда не претендовали на роль серьезной расы, потому игрой за них стоит просто наслаждаться. Чего только механические тотемы стоят. Пункт десятый. Как у троллей появились друиды? Дело в том, что концепция Лоа нынче не отделяет их от диких божеств ночных эльфов. Да, они более своенравны и в некоторых случаях кровожадны. Однако это все те же духи, нераздельно связанные с изумрудным сном. Ввиду этой нынешней ситуации, друидизм у них выглядит вполне логичным. Игровая механика делает их практически идентичными с друидами других народов. Но если бы это можно было отбросить, вышло бы нечто совершенно уникальное и куда более дикое. Возьмем те же когти-шервалы. Те закостенелые ребята из тусовки Малфуриона никогда бы не пошли на подобный эксперимент после проблем с проклятием воргенов. Но у троллей, похоже, все вышло довольно гладко. Пункт одиннадцатый. Как объяснить наличие у троллей шаманов и жрецов? Со жрецами все довольно просто. Их умения питаются светом Лоа. Да и все эти дикие божества просто обязаны иметь на своем услужении верных связных с простыми обывателями и тех, кто будет делать им подношения. Но тут дело еще в том, что именно у троллей по канону есть знахари, которые являются неким смешением шаманизма и жречества. Увы, знахари для игры недоступны, потому и довольствуемся тем, что есть. Хорошо, шапочку из фольги можно отложить в сторону и самое время обратиться к чуть более обоснованным сочетаниям. Пункт двенадцатый. Как у Дренеев появились шаманы? Тут есть целый рассказ про некого Набундо, который называется Несломленный. Во время того, как Орда, испившая демонической крови, нанесла удар по шатрату, на город был наслан кровавый туман. Это колдовство навсегда отрезало жителей от света. Дренеи из тех, кто выжил, стали увядать. Их судьба – быть сломленными и в конце концов кануть в небытие. Но стихии Дренора нашли путь к разуму одного из бывших воздоятелей – Набундо. Они нуждались в нем, ибо среди них воцарилось смятение и хаос. Спустя время Набундо стал шаманом, тем, кто чтит стихии и умеет их направлять. Именно он принес это учение в ряды Дренеев, которые и стали первыми шаманами в рядах Альянса. Пункт тринадцатый. Как среди воргенов появились друиды? Некогда народ Гелнеа сопрактиковал ритуал связи с природой. Этим занимались так называемые ведьмы урожая. Их силы вряд ли можно сравнить с тем, что умеют ночные эльфы, но так было до того, как на королевство обрушилось проклятие воргенов. Выжившие, прошедшие особый ритуал обретения внутреннего баланса, воргены были спасены теми, кто был повинен в этом проклятии. И именно Круп Кенария придал росткам друидизма в рядах этого народа истинную силу. Пункт четырнадцатый. А что насчет рыцарей смерти? Сильвана вроде не могла воскрешать воргенов после смерти из-за проклятия. Как они-то появились? Сильвана не могла, а вот Арта смог. Первые воргены среди плети были воскрешены из павших питомцев мага Оругала. Так уж вышло, что под контролем короля Лича они вполне могли сдерживать безумие, которое порождало проклятие. Ну а когда после битвы у Часовни Последней Надежды они из-под этого контроля вышли, их разум остался в порядке. Пункт пятнадцатый. Как у эльфов крови появились паладины? Все дело в разрушении Солнечного Колодца. После того, как народ высших эльфов лишился своей магии, они стали искать новые ресурсы. И с этим им помог Кельтас. Принц пленил одного из Наару и доставил его в луносвет. Там над ним днем и ночью работали маги и жрецы. В конце концов, им окончательно удалось сломить волю этого существа, носившего имя Муру. И специально созданный Орден Рыцарей Крови под руководством Леди Леодрин, бывшей жрицы, стал черпать из него силу света для сражений. Но этот акт был чудовищен, ведь Наару – самое чистое существо во всей вселенной. Многие из рыцарей не выдерживали боли от этой неестественной связи и сходили с ума. Пока однажды, силы армии Расколотого Солнца не убили оскверненного Наару. А пророк Велен не очистил и не зажег с помощью его сердца солнечный колодец. Страданием пришел конец. Рыцари Крови с тех пор обрели искупление, как и весь народ эльфов Крови. Теперь свет колодца питает всех, кто в нем нуждается. Пункт шестнадцатый. Как у дворфов, заядлых выпивох и бойцов появились шаманы. Среди тех, кем мы играли до катаклизма, шаманов отродясь не было. Клан Бронзобородов издревле предпочитал силу общению с эфемерными духами. Они добывали минералы с помощью старой доброй кирки, прорубая себе путь в толще гор. Но вот клан Громового Молота умел находить общий язык со стихиями. Они зачаровывали свои молоты для боя и добывали руду с их же помощью. А для пущей уверенности в том, что под землей все же что-то есть, они слушали шепот скал. Когда же наступил катаклизм и король Магни Бронзобород обратился в Алмаз, разрозненные кланы дворфов вновь объединились. И неудивительно, что вместе с Громовыми Молотами под Казмодан пришло и новое учение. Пункт семнадцатый. Что за святые коровы? Почему таурены научились пользоваться светом и стали паладинами или жрецами? Служители Солнца, культ народа тауренов, поклоняющийся Анше, так называют солнце в этом народе, появился незадолго до катаклизма. Культ был создан для уравновешивания тех верований, что пришли к тауренам от ночных эльфов. Ведь Муша, Мать Луна, это лишь часть учения о Матери-Земле. Солнце же – ее неотъемлемая составляющая. Именно после того, как появился этот культ, среди тауренов появились те, кто использует свет солнца в своих целях. Как паладины, так и жрецы. Пункт восемнадцатый. Почему среди ночных эльфов есть жрецы, но нет ни одного паладина? Поправочка, один паладин уже есть. Но об этом знают лишь те, кто посвящен в тайной подземелий под часовней последней надежды. В любом случае, жрецы ночных эльфов не черпают свет из веры в него. Их сила – свет Элуны. Именно этой энергией они пользуются в службах и сражениях. Да и в принципе, сложно себе представить ночную эльфийку, которая выросла в храмах, училась бою с луком и мастерски пользуется природой вокруг себя для слияния с тенью, кричащие нечто вроде «Во имя света!» и мчащиеся сломя голову с двуручным молотом наперевес. Это просто не их путь, и эльфы в этом никогда не нуждались. Пункт девятнадцатый. Откуда у ночных эльфов появились маги? Разве Малфурион не приказал им отказаться от магии? За что тогда изгнали высших эльфов? Когда наступил катаклизм, часть выживших высокорожденных вынуждена была покинуть забытый город Эльдреталас и искать убежище среди своих дальних родственников. Переговоры были сложными, но Малфурион, как никто другой, понимал, насколько важно быть едиными перед лицом разрушителя Смертокрыла. Потому в конце концов, он принял их в ряды ночных эльфов и как следствие Альянса. Естественно, существует множество ограничений на использование магии, но и Громех все сглаживает. Пункт двадцатый. Почему охотниками на демонов могут быть только ночные эльфы и эльфы крови? Ну, теоретически, охотником на демонов может стать хоть гном, но эти случаи маловероятны. Причин этого несколько. Во-первых, подавляющее большинство окружения Элидана, собственно, первого охотника на демонов, были эльфами. Во-вторых, кому как не эльфам жаждать мести за все то, что демоны сотворили с их народами. Для посвящения требуется невероятная выносливость и сила воли. Только едва ли не каждый десятый из кандидатов может в конце концов стать полноценным охотником. Остальные попросту погибают в процессе тренировок или ритуала слияния с демоном. А готовы ли вы стать настоящими ДХ? У нас тут завалялось две пары надувных боевых для розыгрыша. Для того, чтобы выиграть, просто оставьте комментарий о том, почему вы выбрали своим мейном то или иное сочетание расы и класса. 3 января будет стрим, на котором я буду отмечать свой день рождения, кстати. Там и подведу итоги. Наверное, разыграю еще парочку таких прямо на трансляции. Буду рад вас всех там видеть. Всем пока! Это видео создано при поддержке наших патронов. Эльдамара, Элона, Найтви, Полищука Евгения, Таснаджини, Раурута и Альдемира. Если вы тоже хотите поддержать наш проект, вы можете помочь нам на Патреоне, а также подписаться на Ютубе и Вконтакте.